Здравствуйте, меня зовут Фёдор Васильев. Приветствую вас в проекте Joomla Sensei. Продолжаем создавать с вами сайт портфолио, часть третья. Переходим в админку нашего сайта, возвращаемся к компоненту портфолио. У нас с вами не рассмотрены еще настройки. Когда вы перешли в компонент, у нас вот здесь вправо в углу будет кнопка настройки. Кликаем туда. Ну и давайте по порядку пойдем настраивать. У нас тут имеются всевозможные вкладки настроек. Первое Basic Options и первое поле Filter. Показывать ли фильтр. У нас он отключен. Фильтр это будет вот такая кнопка справа над нашими вот этими вот портфолио боксами. И можно выбрать нормальный, фэт и изотоп, если я правильно произношу. Здесь просто смотрите. Я например беру самый прикольный вариант. Это вот нижний. Выбираем, нажимаем сохранить. Обновляем сайт. И у нас появляется вот такая здесь кнопка сортировать портфолио. Если мы по ней кликнем, здесь будут высвечиваться все созданные наши категории и кнопка все. То есть показать все. Если мы кликаем по категориям, то у нас подставляются только те посты, которые относятся к данной категории. То есть демо 2 вывелись все портфолио, которые я отметил в категории демо 2. И так далее. И разница в том, что если я например возьму вот этот вариант, обновим сайт, то у нас разница именно в визуальном отображении. То есть блоки не перестраиваются, а вы видите у нас как бы немножко затемняются. Точнее становятся такие прозрачные блоки. То есть это только внешний вид сортировки. Самый эффектный, как я уже сказал, это последний, поэтому я его оставляю. Project Spare Page. То есть сколько выводить наших созданных постов, прежде чем появится постраничная навигация внизу. Вот например выбираем 4, сохранить. У нас выводится 6 штук, если мы обновляем страницу. Я выставил 4, вы видите, выходит 4 и идет деление на страницы. Видите, да, вот здесь страничка 2. И здесь выводятся другие наши посты. Здесь уже сами смотрите, сколько вам нужно. Я оставлю 12, как было. Следующая кнопка, это у нас нумерация страниц. Как раз та самая нумерация, которую вы сейчас видели, когда у нас делится страница. Конечно, оставляем, да. Ордер это сортировка. Если мы выберем первый вариант, из списка и сохранимся. Сейчас обратите внимание, у нас выходят последние созданные посты первыми. То есть слева на право идут. И если мы обновимся, то выводится последний пост первым. То есть вы здесь определяете, как вам лучше сортировать. Конечно же, мне лучше, чтобы последние выводились первыми. Следующая вкладка сортировать по. И выбор ID, заголовок и так далее. Количество просмотров. Дальше у нас идет сортировка. Вот это вот skills. Аналогичная настройка, как вот здесь. Только это для категорий. Сейчас мы вывели с вами пункт меню именно портфолио. Здесь категории мы не видим. Мы позже посмотрим, как выводится категория. Это для категорий. И также идет skills. Сортировать по. И последняя опция формат даты. Все, оставляем тут как все как есть. И переходим в projects page. Следующая настройка. Первое. Колонки. Сколько выводить? Здесь нужно 1, 2, 3, 4 и 5. Вы поняли, да? Сейчас у нас выводится 4. Это видно? Здесь уже сами смотрите, как вам лучше выводить на странице. Дальше смотрите. Расстояние слева и справа между нашими с вами вот этими постами. Вот этими портфолио. Если мы поставим, например, 2%. Сохранимся. То вы видите, что между нашими вот этими постами увеличилось расстояние. Если мы попробуем поставить, например, 0. Сохранимся. Обновим страницу. То вы видите, наши посты, они как бы прилегают друг к другу. Опять же, здесь смотрите по вашему дизайну. Как лучше. Я оставляю 1%. Следующий пункт. Это расстояние между этажами, так сказать. Не знаю, как правильно выразиться. Если я поставлю 300, чтобы вам просто показать, за что это отвечает. И на сайте вы видите этаж. То есть, вот первый наш этаж делится на 4 колонки. Потом идет еще один этаж. И вы видите, какое расстояние вот здесь большое между ними. Это вот как раз 300 пикселей. По умолчанию у нас 30. То есть, вы задаете здесь размер тот, который считаете нужным. Я возвращаю 30. Обновляю. И вы видите, да, вот они опять примкнулись. Две наши последние созданные к первому этажу. Дальше. Вот это у нас внешний вид отображения наших постов. Если кликнем по списку и выберем, например, style. Сохранимся. То сайт у нас будет выглядеть. Вы видите, да. Наши боксы без описания, без заголовков. У нас только картинки и ссылки на изображения. Опять же, здесь смотрите под себя. Здесь выбираете, какой вам вариант. Может быть, пригодится. Без меня посмотрите второй и первый. Я оставляю тот, который был. Дальше. Ширина нашего изображения. У нас 50. Если мы поставим 100, сохранимся, то при выборе вот этого вот предпоследнего пункта у нас здесь ничего не изменится. То есть, ширина вот этого первого изображения. Также это не будет видно на последнем пункте, style, который мы с вами рассмотрели. Но на первых двух, вот этот или вот этот, если мы, например, выберем и поставим 100, сохранимся, обновим сайт, то вы видите, у нас изображение увеличивается. Но тут у нас все получается, видите, смещается. Здесь нужно смотреть. Например, я выберу 30. Ширина изображения 30%. Обновляем сайт. То изображение у нас становится, видите, вот таким маленьким. То есть, здесь уже надо смотреть, как будет лучше смотреться. Также, вот у второго варианта также изображение работает вот с этим параметром. Но если мы выбираем вот этот вариант или последний, как я уже говорил, то вот это вот значение, медиа ширина, то есть вот эта ширина изображения, чтобы мы здесь не вписывали, для выбранного элемента вот этого, оно здесь не работает. У нас здесь фиксированная ширина изображения. А вот следующие параметры, Project Details, вот здесь как раз параметры будут работать. Это ширина и высота наше изображение. Если мы вот здесь поставим 100 пикселей на 100 пикселей, сохранимся, то у нас, вы видите, изображение уменьшилось. Я возвращаю 480, как было, на 350. Следующая опция, вот эта, если мы включим положение Да, то у нас на фотографиях вот здесь вот будет всплывать Title. Который мы прописали. Вы видите, фото, фото, фото. В принципе, давайте оставим. Следующее, видео включить. Если мы нажмем кнопку Да, обновим страницу. И там, где в постах мы добавили ID видеоролика, у нас оно, вы видите, сейчас в миниатюрах появилось. Оно проигрывается прямо вот так вот в миниатюре. Прямо отсюда можно сделать на весь экран видео. Вы это видите. Ну и, соответственно, внутри поста у нас тоже видео и не отображаются изображения. Я это уберу. Сохранюсь обратно. Обновляемся. И фотографии у нас возвращаются. Теперь, если перейдем внутрь, видео только внутри. Потому что я добавил внутри видео. А здесь у нас постер. И видео отсюда можно проиграть. Нажать на кнопку видео. Вы видите, да? Здесь она выводится. Там, где видео есть, выводится. Следующая опция включить слайд. Да или нет. У нас слайд сейчас нигде не выводится. Мы в настройках выставляли. У нас здесь с вами идут вот так изображения. И также здесь слайд у нас тоже не выводится. Поэтому мы пока слайд не трогаем здесь. Дальше у нас с вами идет title. То есть обрезание заголовков, если они слишком длинные. Если я правильно понял. Интер текст, если поставим нет. То вот этот интер текст у нас не будет выводиться здесь. И ниже также можно ограничить количество слов в этом интер тексте в описании. Дальше идет project категория. Показать ли. И ниже быть ли ссылкой категориям. Давайте пока поставим да, чтобы категории были ссылкой. Сохранимся. Сейчас я вам покажу, где это отображается. Обновляем страницу. Вот вы видите, здесь под каждым заголовком идет через слэш те категории, к которым я отнес данный проект. И они являются ссылкой. И мы можем отключить, например, и ссылку, и категорию, чтобы не выводилось. Нажимаем сохранить, если это нужно. Обновляю сайт. И вы видите, у нас здесь категория больше не выводится. Ниже дата. Можно отключить вывод даты. Списки выбрать нет. Обновим страницу, и тогда у нас здесь не выводится и дата. Остается только предпросмотры. Сколько человек просмотрел. Вот эти hits, это и есть как раз просмотры. Если мы поставим нет, сохранимся. Обновим сайт. И вы видите, у нас здесь теперь не выводятся и просмотры. Только заголовок, краткое описание, кнопка подробнее. И все. И read more link. То есть скрыть кнопку подробнее. Давайте скроем, посмотрим. Обновим страницу. И у нас не выводится и кнопка, если это нужно. Мы можем перейти по заголовку внутрь нашего проекта, либо по картинке. Опять же, если картинка не имеет видео. Вот здесь у нас видео, у нас только можно проиграть видео отсюда. Здесь можно перейти по заголовку. Мне кнопка эта как бы нормально здесь. Я ее оставляю. Мы закончили настройки Project Page. Переходим к третьей вкладке. Simple Project Page. Эта вкладка отвечает за настройки уже наших проектов. То есть внутри проекта мы переходим в любой наш проект. И все следующие настройки из третьей вкладки, они относятся именно к этой странице. И первая навигация, если мы ставим нет, у нас отключатся вот эти вот кнопки. Предыдущий, следующий. Я считаю, что это прикольная кнопка, не будем ее отключать. И также здесь идут настройки. Project Skills это категория. Здесь они тоже выводятся. Если вы их отключили там, то здесь лучше, я думаю, это оставить. Также идет Skills Link. Ставить, сделать ли категорию ссылкой, не будем делать. Также Data. И выбор варианта даты. Или вообще можно отключить даты. Это дата создания вашего проекта. Также отключить хиты. То же самое здесь. Следующий пункт. Extra Fields Title. Включен. Если мы его отключим, то у нас отключится заголовок вот этого. Дополнительная информация. То есть только вот эта шапочка отключится, а вот автор, цена, вот это все останется. То есть если вам тут заголовок не нужен, его также можно отключить. Нажать на кнопку нет. И у нас дальше идут социальные кнопки. Google+, Facebook, Twitter, PNIT и E-mail. Вот E-mail я отключу. К сожалению, нет кнопки социальной сети ВКонтакте. Это вот эти социальные кнопки поделиться. Можете отключить их все, если они вам не нужны. Я отключу только E-mail. Следующая опция. Ниже спускаемся. Это у нас Related Projects. Это все настройки относятся к выводимым постам связанные проекты. То есть те проекты, которые имеют ту же категорию, что и данный проект, который перед нами открыт. То есть настройки именно для него. Мы можем Related Projects вообще отключить. Если поставим нет, сохранимся. Обновим сайт. Тогда выводиться они вообще не будут. Но это вообще прикольная как бы вещь. Поэтому ее оставим. Также можно сделать карусель. Включить до колонки. Сколько? Давайте посмотрим с каруселью, как это будет. Если выберем карусель, то у нас выводятся три колонки. И вот такие вот появляются стрелочки. Я считаю, что так лучше, интереснее смотрится. Ну и можно оставить по три. И, кстати, автоматически они тоже перелистываются. Дальше я подробно останавливаться не буду, потому что здесь настройки абсолютно идентичные. Item Layout. То же самое настройки. Ширина. Высота изображения. Ограничение количества слов. Отключение интертекста. Отключение Hit. Даты. Отключение кнопки Red More Link. То есть кнопки подробнее. То есть вот этих всех элементов. То есть они дублируются, но только эти настройки относятся именно к связным проектам. Поэтому я здесь подробно не останавливаюсь. Переходим к следующей вкладке. Skills Page. То есть это у нас настройки категорий. Здесь у нас какая ситуация. У нас такие же здесь аналогичные настройки для категорий. Но мы с вами еще не выводили категории. Мы с вами, наверное, в следующем уроке об этом поговорим. И, если что, затронем эти настройки. Но, опять же, смотрите, вы видите, да, знакомые слова. Эти все настройки дублируются. Только теперь для категорий. Также здесь все можно настроить. Размер, ширина, высота изображения. Ограничение тайтла. Количество слов. Description это описание. Ограничение. Интра текста. Поэтому здесь я не вижу смысла вам это все разжевывать. Здесь все то же самое. Следующая вкладка Style. Интересная вкладка. Обратите внимание, какой у нас идет дизайн. У нас идет голубой дизайн. Смотрите, ссылкам, кнопкам социальным. Вот этой вот подложки под описание картинки, фото. Вы видите, оно тоже синее. Вот эти стрелочки синие. И все-все, вот этот дизайн синий. Вот эта вкладка, кнопка с цветом, делает абсолютно другой цвет всем этим элементам. Давайте попробуем сделать красный. Сохранимся. Обновляем сайт. И обратите внимание, здесь подложка у фото красная. При наведении на картинку вы видите вот эта иконка посередине тоже красная. То есть это общий дизайн. Кнопки здесь тоже красные. Эти стрелки вы видите тоже красные. Здесь тоже все красное. Если перейдем на само портфолио, то здесь вы тоже видите, у нас кнопки, иконки. Все-все меняется на красный цвет. То есть это просто я вам показываю, за что отвечает вот эта опция. Ну и здесь еще опция есть. Из описания написано, что боди это как бы тело. Колор можно назначить. Здесь прямо в подсказке написано боди и конструкция колор цвет. Я ее просто прямо из подсказки вот сюда прописал в это поле. Вы видите боди. Открываю фигурные. Слово color, двоеточие, решетка и 0, 0, 0, 0. Это кода цвета черный. Потом точка запятой и закрывается скобка фигурная. То есть это черный цвет. Вы видите для текста здесь. Подробнее переходим. Текст здесь. У нас становится черный. И здесь. То есть если нужно, например, здесь тоже красным цветом сделать, то мы делаем прямо отсюда можем код цвета скопировать. У нас здесь выбран красный. И вот сюда его заменить. Сохраняемся. Обновляю сайт. И обратите внимание, у нас здесь и заголовок красный, и текст красный, и при наведении вот эти вот предыдущие, следующие. Вы видите, они тоже красные. Здесь тоже все красное. То есть это дизайн именно для вот этого текста. Здесь тоже вы видите красный цвет. Здесь тоже красный. Так, чтобы вас не перегружать, на этом я ставлю паузу. В следующем уроке продолжим. И у нас будет вкладка скриптс. Мы рассмотрим эти настройки в следующем уроке. Дальше у нас тут больше настроек нет. Но у нас есть еще и плагин, модуль, которые шли вместе с этим пакетом портфолио. И рассмотрим еще вывод категорий пункта меню. Увидимся в следующем уроке. Позвольте подарить вам подарок. Если вы только начинаете свой путь с джумла, или вы уже матерый вебмастер, вы рано или поздно задумаетесь о самом важном. Это внешнее отображение вашего сайта. Другими словами, шаблоны. На просторах Рунета вы сможете просто утонуть в изобилии красивых шаблонов. Но! Есть большая опасность получить вирусы прямо с шаблоном, тот, который вы скачаете. Крайне нежелательно качать шаблоны с неизвестных источников. Я хорошо поработал и собрал для вас базу из 55 качественных и красивых шаблонов на любую тематику. Все шаблоны чистые, без ссылок и вредоносного кода. Гарантирую в 100%. Все шаблоны были скачаны мною лично, напрямую, у разработчиков. Я все упаковал в один архив. К каждому шаблону приложил ссылку на демонстрацию шаблона. Так, чтобы вы всегда могли сначала посмотреть на шаблон во всей его красе. И выбрать то, что вам понравилось. Все это я сделал для удобства. Итак, как получить все шаблоны целиком? Да очень просто. Шаблоны я отправлю на ваш email адрес. Просто пишите в поле ваш рабочий электронный ящик и подтвердите подписку. И через несколько секунд автоматически к вам придет второе письмо с ссылкой на закачку архива с шаблонами. Желаю вам творческих успехов. С уважением, Федор Васильев. Федор Васильев. Федор Васильев. Федор Васильев. Продолжение следует...